Всем привет, друзья! Сегодня мы сделаем интересное видео об определении порога анаэробного и аэробного. Метод интересный, построенный на статье AI Endurance, которую мне любезно отправил Павел Лилея, а ему отправил его тренер-возитель примитин. Метод интересный, потому что через правило показывают полную шляпу. В идеале это делать на диагностике, когда вы делаете лабораторный тест, когда у вас берут кровь и все такое. Но есть еще и такой способ, с помощью датчика Polar. Я такое специальное удействие подрезал и сейчас мы посмотрим, что он показывает. Что нужно для этого? В идеале делается на вело, но я решил проверить данные, протестирую его и на беге, и на вело. Сегодня на беге, завтра на вело. Попробуем проверить, как это будет работать и что для этого нужно. Для подготовки вам нужен датчик Polar H9 или H10. Вам нужен велокомпьютер или часы Garmin. В магазине Connect IQ вы скачиваете приложение Alpha 1, его называется. Ссылочку я обязательно поставлю. И вам нужно добавить это поле данных в профиль занятия. Например, в велотренировку. Например, у меня я добавил в зале или там дорожный. В вашем случае, я не знаю, если я побегу на часах, то на бег. Я добавляю прям экран данных из магазина Connect IQ, и чтобы он показывал. Он автоматически подцепляется к первому Bluetooth датчику, который находит, как правило, это Polar, да, рядом. Вот, то есть у меня подключился сразу автоматически к Polar. Кое-то время он будет собирать данные, но потом работает. Принцип, который описан в статье, как мне сказали по-простому. Я тут, конечно же, дилетант. Точно я не знаю. Но, тем не менее, записываю видео для того, чтобы показать, как это с практической стороны выглядит. И сам уже буду делать выводы и пробую участвовать. Потому что вопрос аэробных и аэноэробных зон даже у меня еще, ну, как бы, подвешен, скажем так. Несмотря на то, что я делал тестирование, уже и бегу, и полумарафон, и марафон, и бегу. Поэтому все, что нужно, это проверить, чтобы работал датчик. Он подцепляется, он какое-то время собирает данные, и потом, соответственно, можно уже делать тест. Что для теста нужно? Как я понял, может, сейчас инфаркт какая-то другая будет. Нужно начать делать тренировку. Подойти до своего, ну, скажем так, предмаксимального пульса или подмаксимального. И там уже зелененьким на графике даже есть и показано. Я покажу вам. Короче, от 0.5 до 0.75. Вот это вот зелененькое, и по нему уже будет понятно, где какая зона. Собственно, вот датчики. Я их надену оба. Чтобы по-обычному у меня записал на тренировку, как надо. Galman H-RM3 и Polar G10, который я подрезал у тестя. Итак, друзья, всем привет. Скорректирую немного данные. Спустя время я во всем разобрался более подробно. И сейчас хочу сказать, что на беге и на велосипедной тренировке на улице абсолютно неприменимы данные. Подходит только станок и только интервалы. То есть работа обязательно должна быть. Отрезки как минимум должны быть там по, не знаю, больше 5-6 минут. Как минимум, да. И хочу сказать, что я подтвердил эти данные на гонке уже. Потому что это очень важно. Всегда хочется, вся проблема в том, что всегда хочется работать сильнее. Но фактически это не так. Как я мерил, добавлял и проверял. Да, я добавил на свой Garmin Edge экран данных Alfa и HRV. И потом, спустя время, я уже смотрел не на тренировки на самой, а смотрел уже после. И сейчас, соответственно, вам вот демонстрирую экран и показываю, как это работает. Собственно, зальный велоспорт. Вот от 11 мая. Открываю здесь строку Alfa1. Открываю на весь экран. Накладываю частоту пульса. И мы можем видеть, вот как описывается в методе, в статье, что у нас от 0,5 до 0,75. Так называемое панно. Да, вот этот вот промежуток аэробного и анаэробного обмена. Мы можем увидеть, что примерно на 150, собственно, моё панно-то и заканчивается. Мы видим, что данные не точные, потому что есть вот провалы, да. То есть, вот здесь вот, допустим, примерно, ну, как бы разный пульс, глубина почему-то несопоставимая и значение вот это вот разное, да. Поэтому мы примерно смотрим. И очень важно, что я понял для себя и какой я вывод сделал самый главный для себя. Вот то же самое, кстати говоря, это у нас, это у нас шоссейный, да. Это тоже велозаезд на улице. Просто для сравнения я брал несколько вариантов данных. И вот здесь мы посмотрим тоже, посмотрим часто пульса. Берём вторую часть тренировки. Вторую часть тренировки. И вот здесь видим, что уже вот примерно 140-150 ударов. Тут даже немножко хуже показывает. Тут вот важный момент, почему есть артефакты так называемые, видите. Артефакты это тряска, из-за которой может быть, могут быть данные неточные. Поэтому, соответственно, это отношение очень важное. Так что мы с вами видим, что у меня получились показатели, что примерно 150, 140, 150, 160 ударов, это является, соответственно, моим панно. Какой я вывод делаю на основании этих данных? Плюс наложилось то, что я проехал гонку. Сейчас покажу вам тоже это занятие. Все мои вот эти попытки по-дилетантски, скажем так, проанализировать свои занятия, это всего лишь моя любознательность. Я никого ни в чём не убеждаю, я просто делюсь с вами. Поэтому, чтобы не было, так скажем, искушения обличить меня в чём-то, мне всё равно. Так, смотрим, который шоссейный. Вот он, да, средняя мощность мы видим. И вот здесь мы можем увидеть, что средняя частота пульса вышла 151. То есть, несмотря на то, что на тренировках на длительных я могу выехать, поработать 300 плюс ватт, вот на крайней тренировке было 300 плюс ватт, на пульсе 170, это абсолютно не имеет никакого, так скажем, ну не то чтобы значения, а практического смысла в том числе. Почему? Потому что это находится за пределами того темпа, который у меня целевой на гонку, поскольку я адаптируюсь к более длительным дистанциям, половинка, например, да, исключительно работать нужно и необходимо стремиться так, чтобы я мог в диапазоне, скажем так, примерно 140 до 160 ударов эффективно отработать на протяжении двух часов, ну желательно двух или двух с половиной, да, и потом выйти свежим на бег. Вот моя задача. Ни в коем случае не в том, чтобы на 170 отработать, потому что никаких ресурсов организма не хватит. Это энергообмен совершенно на другом уровне, то есть он практически, ну не то чтобы невозможен, может быть и можно, но это очень-очень и очень вредно. Поэтому я делаю вывод, что нужно стремиться проехать эффективно, не разорвав себе ничего, да, и сохранив, то есть ресурсы. Именно для этого нужно пробовать вот свою зону максимально, скажем так, прорабатывать именно вот эту, то есть именно поэтому есть FTP-тест, на котором вам нужно понять, какую вы можете максимальную мощность выдать на 20 минут. Только после этого все тренировки стоит строить от FTP-теста, который уже будет показывать вам, и у меня уже вот, например, согласно FTP-тесту там 260 ватт, например, да, хотя, конечно, может быть граница сейчас немного выше. Я уже вижу, что на интервалах, которые я делаю, там пусть они по 6 минут, да, мой пульс в пределах там 150-160 ударов, и это правильно, потому что я тренирую именно как бы эту зону и заставляю, учу свои мышцы работать в этой зоне, не пережимая. Что касательно бега, там, конечно, немного выше, я думаю, что это где-то до 170 ударов примерно, что, собственно, и подтвердилось на моей крайней гонке. Можно заметить, что велосипед, что бег у меня получился, так, сейчас вот посмотрим, 14 мая это было, мультитренировка, велосипед средний 151, я вам показал, да, бег вот по 4.10, по 4.10, средний пульс, можем увидеть 164, вот, пожалуйста, это как бы в пределах. И самое главное, это состояние после гонки, я чувствовал себя прекрасно, как я уже рассказывал в предыдущем видео об отчете об этой гонке. Поэтому это все, конечно, как бы в идеале сопоставить, подтвердить на лабораторном тесте, мой лабораторный тест есть, где измеряли локтат и все такое, но ему уже больше двух лет, его нужно делать заново. Поэтому примерно так, устанавливайте альфа-HRV, пробуйте с датчиками Polar H9, H10, интересная штучка, разбирайтесь в себе. И я для себя понял, что нужно тренироваться на гораздо меньшем пульсе, это очень важно. И самое интересное, что я уже вижу результаты этих тренировок, которые дает мне тренер, и я думал, что вот, наверное, я могу быстрее бежать на гораздо большем пульсе. Но, как сказал мне, посоветовал Максим Князев, он говорит, а на и ровный порог нужно протыкать снизу. То есть мы, работая в этой зоне, расширяем вверх. Вот это вот такой вот интересный тезис. Поэтому всем здоровья, тренируйтесь, смотрите выпуски, обязательно подписывайтесь, пишите коммент, и пишите на ком пульсе, тренируйтесь. Всем пока.